слава иисусу христу приветствую всех братья сестры я в украине уже вот проехали таможню украинскую вот и уже едем по территории украины я еду уже по черниковской земле уже до черниковщина так что но черников сам получается не заезжаем будем обижать получается черников вот и будем ехать да и вот друзья сегодня 14 августа вот и по календарю православному и народному и церковному календарю сегодня такой свято да такой праздник спас маковей называется или ну есть много названий разных и церковных и народных этого праздника но обычно знаем этот праздник в народе и особенно в украине а кстати здесь даже вот эти религиозные традиции даже больше чтятся чем в россии и даже беларуси особенно в западной украине очень сильно чтутся эти традиции так и называется медовый спас медовый спас или спас маковей но хотя опять таки народной традицией много конечно перекручено много таких суеверий своих даже таких ужасных суеверий я встречал это и в украине в том числе а допустим вот говорят что вот значит чуть не праздник наркоманов там мак веют вот еще там значит и даже приносят там освещать маг насчет как раз храму но это суеверий на самом деле спас маковей и праздник маковеев никакого отношения к маку не имеет абсолютно это как вот как в социальных сетях кто-то написал это как морская свинка к морю имеет отношение такое же то есть только по названию по по созвучию а на самом деле маковей да это название само древнее название конечно но еще даже до христианское название в общем то ну как сказать потому что это еще древнееврейское слово макаби макаби маковей это маковей согласно вот истории до истории израиля вот в библии это есть в книгах неканонических то есть в тех библиях которые издание православной церкви допустим да или католической вот ну так называемой полной библии да где есть неканонические писания вот как раз книгах маковейских рассказывается об этой истории и в общем то на самом деле спас маковей получается эта история вспоминается та же самая история что в еврейской традиции вспоминаются зимой на хануку ханука те же самые персонажи вспоминаются и та же самая история вспоминается это было лет за 200 для тех кто пока может не в курсе или мало знают из той истории я сейчас в этой дорожной беседе и расскажу вкратце эту историю а это было лет за 200 до рождения иисуса христа то есть до нашей эры лет за 200 эта история произошла когда землю израиля в очередной раз пришли враги оккупанты это были грека ну греки сирийцы греко-сирийская армия ну если даже быть точнее то началось еще чуть раньше даже еще при александра македонском чуть раньше потому что империя александра она стала действительно объединяющий под эллинизмом ну так или иначе всю цивилизованную обитаемую вселенную тогдашнюю вот и израиль в том числе попал под власть вот александра македонского и вот значит потом после как мы знаем из истории после развала как будут ну не развала но как бы до постепенное разделение этой империи огромный были сатрапы были разные правители в разных частях этой огромной империи и вот так произошло что на территории израиля возникла тирания такого диктатора его звали антиох по кличке или по прозванию эпифанус эпифаний то значит великолепный или как бы божественно великолепный но он был человеком с высокой такой запоценкой и себя даже богом что при жизни как бы но у него такая была проблема вот и этот антиох епифан он замыслил но по сути искоренить всякую веру авраамову вот и в общем то израиль как таковой но не как государство нет ни как национальность а как именно вот систему верований искоренить он решил для этого он приложил кучу усилий масс усилий и это были репрессии это были религиозные гонения которых израиль претерпел тогда ну кому интересно подробно прочтете об этом подробнее в книгах маховийских не поленитесь рекомендую прочтите вы конечно ужаснетесь вот этим вот этим массовым гонением которые происходили в то время вот на территории израиля и вот и лет за 200 до рождества христова вот эти события маковеи которые вспоминаются собственно началось восстание в израиле вот народ был доведен до ручки будем договорить и восстала еврейская молодежь это были молодые ребята патриоты партизаны ну не знаю как называть его еще но в народе их прозвали маковеи почему маковеи там до сих пор есть разное мнение вот как бы ну и собственно в книгах маховийских об этом тоже чуть говорится вот один из лидеров вот этого сопротивления этого ну как допустим во время там второй мировой там кав пока вспоминаем да там и кого-то еще там ну из лидеров партизанчина допустим да а вот таким был лидером вот этого сопротивления партизанского движения иуда по прозванию макаби 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 макави иуда макави почему макаби но это буквально молод кувалда то есть еврейского языка это переводится как молот кувалда вот говорят у него была рука как молот короче быка валил насчет ударом вот по другой версии у него оружием его был кузнецкий молот он взял с кузницы молот и этим молотом короче крошил оккупантов вот ну по третьей версии тоже моя версия скорее всего обе версии правильны наверно у него и рука была чтобы молотом орудовать сильно насчет и да и молот тоже был и маленький видимо вот значит и вот значит и вот оружие у этих ребят по сути то и не было вот все оружие этого их не рогатки прощи и вот что они могли там взять с кузни тогда же отцовской кузни этой начинать вот как раз этим молот и собственно вот это были партизан это были вот как раз патриоты партизаны которых в народе так и прозвали макави макаби макаби вот и в православном календаре в церковном календаре вот именно 14 числа сегодня августа месяца ежегодно вспоминаются вот эти герои макави кстати вот даже рекомендую кто еще не пользуется такими программками можно скачать вот я скачал православный церковный календарь и вот и пожалуйста и здесь значит чтобы вам ориентироваться даже примеру в даты каких-то праздниках вот и вот написано здесь семи мучеников маковеев их имена но это из книгах маковейских мы знаем а вива а вима извиняюсь антонина гурия елеазара и всего на алима маркела матери их мученицы соломонии и учитель их мученика елеазара елеазар это был тот раввин который стал их духовным ну как батюшка по нашему да стал их духовным как бы лидером вождем в то время вдохновляя их вот на вот как бы вот это сопротивление оккупантам ну в общем то история конечно и трагичная была но одним словом согласно библии да мы знаем что что он как говорится наши победили вот произошло следующее что на самом деле эти разрозненные горстки этих партизан они смогли объединиться в большое такое движение и освободить иерусалима не смогли и ну так или иначе весь израиль с этим мы сейчас проехали кипте вот эти вот этот поворот вот я и в церкви у нас в киеве там и в гостях это был рассказывал об этом не раз свидетельство по поводу этих киптей как раз вот значит там вот ну да с богу же воскресенье приходите поделюсь снова расскажу как раз историю вот и так вот и спас маковей почему спас маковей значит ну разные тоже есть объяснение но вот я вам рассказал как бы такую официальную версию потому что значит перечисляются имена вот этих как раз героев еврейского народа героев маковеев то есть это как бы наша православная ханука можно так выразиться вот как бы да примерно так чтобы было понятнее вам вот а согласно этим книгам маковейским и истории той древней что произошло они действительно освободили иерусалим вот и они очистили храм божий потому что храм божий который был в иерусалиме это он был греками осквернен да мы читаем об этом там книгах маковейских он был действительно сквернен там приносились нечистые жертвы как вот на зло специально богу на зло библии на зло евреям там резали свиньи специальной сына крови окропляли храм потом антиох приказал в самом храме поставить идолов что было мерзостью для вот евреев и всех кто библию читал с разных народов здесь немного извиняюсь немного падает камера вот и вот такая история и вот значит они смогли восстановить возобновить служение храма иерусалимского вот и в общем то да история такая интересная очень вот драматичные конечно но и такая героическая история и вот значит таким было чудом знамением для маковеев знаете что было то что они вот пережили в то время такое необычное чудо чудо огня как мы говорим да вот чудо огня который бог там совершил в израиле в иерусалиме тогда вот какое-то было чудо они приготовили жертвы они согласно там этим библейским книгам они значит готовились к этому приношению жертв приношении в храме и все они предусмотрели но кроме одной очень но очень важной детали они не взяли с собой масло елея для семисвешника для миноры для светильника но это все равно что сейчас вот я еду допустим автомобилем да вот значит и если вы допустим вот хороший автомобиль да но вот пример нет бензина и все ну и что даже если он хороший даже если он там с наворотами даже если он еще бы все исправно работает всё без бензина и без масла допустим до насчёт ну что машины не сможет работать вот тоже самый храм божий да вот того времени древний то фрам библейский которым мы читаем В Библии, то, да, были положены жертвопоношения определенные, там церемонии были расписаны, но важнейшим элементом было тоже масло, тоже как для автомобиля, да, масло. И какое масло? Ну, там использовалось, конечно, оливковое масло, вот, и оно приготовлялось особым образом специальным даже, вот, там путем даже не отжима, не холодного отжима там никакого, а именно путем нарезания плодов оливок. То есть это очень трудоемкий процесс, вот, каждая капелюшка была очень цена этого масла, вот, которое таким образом вырабатывалось, вот, путем нарезки этих плодов. Вот, значит, и это масло, да, у них не было в наличии этого масла. До приготовления нового масла надо было ждать неделю не меньше, ну, день, один день это, а, 7 дней это очищение ритуального, вот, и плюс еще день, минимум один день приготовления. Вот, то есть 8 дней надо было ждать. И вот, а они, в конце концов, эти маковеи нашли один сосуд, один кувшинчик с маслом нашли, запечатанный первосвященником, в этом храме оскверненном, да, но он, вот, нашли все-таки, нашли, вот, значит, один кувшинчик. Но этого кувшинчика хватило только лишь максимально бы на один день горения, то есть тоже непорядок, не по уставу, то есть если светильник зажгли, то надо было, вот, непрестанно его поддерживать, этот светильник. Вот, у них опять дилемма, как поступить? Ну, они решились, в конце концов, они зажгли светильник, была не была, вот, рискнули, как говорится, да, с Богом. И вот, и было чудо, 8 дней подряд, этот суточный запас елея маслом горел 8 дней подряд, вместо одного дня. То есть до самого момента приготовления, времени приготовления нового масла и того, как они залили это масло. И вот этот эпизод, он стал, вот, в этом, как говорится, спас Маковеи, да, в этом празднестве, как бы, кульминационном. Вот, и даже в древней традиции зажигаются семисвешник, светильник, в любой православный храм, если вы зайдете, неважно, там, меня, кстати, спросили здесь на таможне, вот, там, по поводу патриархата московского, киевского, говорю, какая разница? Вот, Господь-то один. Вот, и здесь все эти деления, это чисто такие политические, религиозные, там, и прочее. Вот, и знаете, и вот то же самое, в любой храм зайдете, пожалуйста, вот, там, неважно, какого там патриархата, направления, если вы в храм православный зайдете, вы что увидите, если алтарь открывается, то там вы увидите семисвешник, минору. Семисвешник, вот, как раз, вот, в память о том древнем храме, который был в Израиле, в Иерусалиме, и в память как раз об этих событиях Маковеев, спас Маковея, и, в общем-то, события, которые сейчас я, ну, выше, выше, так, вкратце пересказал. Еще раз повторяю, кому интересно более подробно, не поленитесь, откройте книгу, книги Маковеев, их несколько этих книг, перечитайте, вот, и я думаю, что получите не только удовольствие огромное, но и, вот, скажу так, ну, много очень таких хороших, таких мудрых наставлений в жизни даже, даже так. Вот, ну, и со своей стороны, вот, сейчас, вот, да, спас Маковей, то есть, еще раз повторяю, что никакого отношения к Маку это не имеет празднества, на самом деле, это чисто национальные, культурные какие-то такие традиции. Кстати, в России я их даже не встречал, честно говоря, хотя служил на приходах, вот, был настоятелем храма, там, значит, в Рязанской области, потом в Брянской области, вот, я не наблюдал такого, как в Украине, допустим, отношения, но, насчет мака, как бы, ну, булочка с маком, я не против, но, конечно, мед я просто обожаю, поэтому этот праздник я почитаю, медовый спас, медовый, а почему еще медовый, потому что мы знаем, что, насчет слова Божье сравнивается с медом, вот, и, в общем-то, это потрясающий продукт питания, вот, чудо, будем так говорить, кусочек рая на земле. Ладно, друзья, но потом в следующий раз, вот, пусть Бог благоставит вас, вот, я очень Богу благодарен за эту возможность так вот путешествовать, даже вот таким образом, бла-бла-кар, бла-бла-черчек, да, бла-бла-кар, интересно, поездки такие получаются, вот, и все, я уже в Украине, прошу любить и жаловать, вот, и в воскресенье киевляне, кто в Киеве или в гостях, приходите, значит, буду рад общению тоже, будет литургия, отец Алексей, правда, звонил, он не сможет быть наш благочинный, но отец Максим будет, вот, и, ну, и я буду тоже, ваш покорный слуга, вот, и, наверное, отец Виктор тоже приедет с Черкасской области, вот, Жашка, вот, как раз, подъедет, так что, вот так, пообщаемся, как раз, приезжайте, с 9 утра, это станция метро Кловская, напоминаю, улица Первомайского, 6, церковь Христа Спасителя, храм Христа Спасителя, вот, и, значит, что еще, да, ну, пока все, пока здесь, в Киеве, то планирую тоже семинары провести, тоже по истории христианства, вот, и завтра сделаю, даст Бог, включение в 6 утра, получается, значит, с утренней молитвы сделаю трансляцию даже, вот, я думаю, что отец Максим сможет тоже присоединиться, вот, так что, все, до встречи, все, с Богом. Вот она, Украина, Козелец проехали, только что проехали Козелец, кстати, очень историческое место, интересное, красивое, сам Козелец, вот, я там был порос, у Козелеца, очень красивое место, старинное такое казацкое место.